У благотворительного фонда Бузбенбргет теперь просторный офис, где с комфортом размещаются все волонтёры. Здесь проводятся собрания фонда и составляются планы благотворительных мероприятий. В данном здании было собрано 20 негосударственных организаций. Я считаю, что это очень хорошая возможность для того, чтобы в объединении мы могли работать. Для молодёжи это очень удобно и мы можем как одна дружная семья работать завтра во благо нашего государства. Площадь нового трёхэтажного здания молодёжного ресурсного центра 1979 квадратных метров. На первом этаже большое фойе и восемь рабочих кабинетов. Здесь есть всё, что нужно для молодёжи – от кабинета психологического доверия до студии звукозаписи. Наша организация ведёт профилактику противонарушений среди молодёжи и развитие массового вида спорта. Я полностью поддерживаю. И я предложил вам, чтобы как будет свободное время, по графике, по графике, и в первый раз вырастить по всем дворам чемпионов, чтобы вас все знали и все увлеклись. Здание мы не строили, а реконструировали. Вместо бывшего дома дружбы народов, теперь здесь молодёжный ресурсный центр. Из республиканского бюджета на реконструкцию было выделено 120 миллионов тенге, из областного – 13 миллионов. Несколько месяцев мы приводили это здание в порядок. Здесь мы будем оказывать самые различные услуги для молодёжи и молодёжных организаций города. От профориентационных работ до волонтёрского движения и помощи в предпринимательстве. Открытие молодёжного центра продолжилось в концертном зале, рассчитанном на 600 зрительских мест. Завершить вечер решили с юмором провести игру Жайдарман. КВНщики из самых разных областей республики в этот день подарили зрителям отличное настроение.